Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 29 мая, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Российская пшеница пережила последний скачок цен и теперь дешевеет. Минсельхоз собирается урезать господдержку АПК из-за неповоротливых чиновников, а аграрные эксперты ждут десятилетия жесткого госрегулирования. Эти и другие новости сегодня в нашем выпуске. Российская пшеница, похоже, пережила последний всплеск цен в этом сезоне и теперь дешевеет. Как вы помните, после майских каникул стоимость пшеницы с протеином 12,5% взлетела в цене до 272 долларов за тонну. Но за прошлую неделю зерно потеряло порядка 12 долларов. И теперь, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, продается пшеница на условиях ФОП по цене 260 долларов за тонну. И все равно наше зерно остается слишком дорогим для мирового рынка. На прошлой неделе египетская ГАСК провела тендер по закупке неоговоренного количества мукомольной пшеницы с поставкой в августе. Заявок было много, в том числе из России. Отечественное зерно трейдеры готовы были продавать по цене 265-275 долларов за тонну. Увы, румынская пшеница оказалась дешевле. Предложения на нее начинались с 254 долларов за тонну, то есть на 10 долларов дешевле. Конкуренты обошли нас на этом тендере. По словам руководителя аналитического центра Росагротранса Игоря Повенского, сегодня цена спроса на причерноморскую пшеницу уже нового урожая составляет около 255 долларов за тонну на условиях ФОП. Но я напомню, что от этой цены придется вычитать плавающую пошлину. Она начнет действовать уже с понедельника. Ставка для пшеницы составит около 29 долларов за тонну. Что касается рублевой цены на пшеницу, то она на прошлой неделе даже немного повысилась. Агентство Савэкон объяснило это тем, что активизировали закупки внутренние потребители зерна. Запасов у наших животноводов и мукомолов осталось не так уж много, поэтому они были вынуждены выйти на рынок со своими предложениями. С начала апреля мукомольная пшеница подорожала на внутреннем рынке где-то на 1000 рублей за тонну. Глава компании «Агроспикер» Виталий Шамаев отмечает, что если мировой потребитель не финансирует российскую пашню, то рано или поздно это придется делать нашему внутреннему потребителю. И внутренние потребители, пожалуй, были бы не против финансировать наших растеневодов. Но вопрос заключается в том, хватит ли у них средств на то, чтобы покупать зерно и масличные по достойной цене. Похоже, что не хватит. На этой неделе производители куриных яиц на совещании в Минпромторге России попросили правительства решить проблему с критическим снижением закупочных цен, пишет газета «Ведомости». После Пасхи яйца стали дешеветь. По данным Минсельхоза, в течение мая цены на яйца первой категории упали почти на 20%, второй категории на 11%. Ритейлеры покупают яйца по цене 36-45 рублей, уточнила глава Росптицы Союза Галина Бобылева. И это ниже себестоимости, которая составляет 49-52 рубля. Цены закупки яиц на электронных торгах с поставкой в июне упали вообще до минимальных значений – 27-29 рублей. Долго работать в убыток производители яиц не смогут, считает Бобылева. Компании будут вынуждены сократить поголовье несушек. В дальнейшем это грозит дефицитом яиц на внутреннем рынке. Ритейлеры, однако, проблемы в снижении цен не видят. И говорят, что в конце апреля десяток яиц стоил 85 рублей, а спустя 3-4 недели он подешевел до 46 рублей. Такую динамику цены на яйца демонстрируют из года в год, поэтому никакой катастрофы нет. Думаю, мы еще не раз услышим от бизнеса призывы где-нибудь что-нибудь подтянуть или придержать. Такой вот получился снежный ком, хотя правительство начинало с регулирования рынка маслосемян. Что же касается будущего России? Эксперты говорят, что в ближайшие 10 лет российскому ПК предстоит жить при жестком госрегулировании. Например, такую позицию высказал гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов. Об этом он говорил на конференции, посвященной животноводству и кормам. По словам эксперта, за последние 15 лет суть госполитики заключалась в том, чтобы создать условия для развития сельского хозяйства, а само государство минимальным образом вмешивалось в бизнес-процессы. Но теперь былой вольницы уже не будет. Признаки Белов увидел в контроле цен и контроле экспорта, в сокращении господдержки и в новых налоговых инициативах. Похожую точку зрения имеет и глава Совэкона Андрей Сизов. В интервью порталу «Прав.Мир» он сказал, что последствия от госрегулирования мы увидим уже к концу этого года, а в перспективе нас ждет обвал инвестиций в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Огромные инвестиции, похоже, стали причиной невеселого положения крупнейшего производителя молока в России – компании «Эконива» Штефана Дюра. Газета «Коммерсант» сообщила, что холдинг планирует продать от 30 до 50% акций головной структуры. Сделка, стоимость которой оценивается в 40 миллионов евро, должна помочь снизить долговую нагрузку «Эконивы». В апреле «Коммерсант» сообщал, что «Эконива» столкнулась со сложностями. Холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить 2500 человек, это примерно 20% персонала. Сделать это необходимо для оптимизации затрат. Кроме того, «Эконива» стала задерживать выплаты контрагентам, и те обратились в суд. По данным Spark Interfax, с начала года к структурам холдинга были поданы иски на сумму 600 миллионов рублей. Штефан Дюр, однако, ответил коммерсанту, что дела идут хорошо, а финансовые планы перевыполняются. «Эконива», напомню, крупнейший производитель сырого молока в России. На фермах содержится больше 207 тысяч голов, которые дают по 3000 тонн сырья в сутки. Компания владеет четырьмя молочными заводами и занимает пятую строчку в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии BFL. Минсельхоз России задумался о том, чтобы сократить финансирование АПК в тех регионах, где чиновники слишком медленно доводят субсидии до получателей. По данным ведомства, к середине мая из перечисленных 132 миллиардов рублей до аграриев дошло только 19% от этой суммы, причем в некоторых регионах было освоено меньше 10%. К числу аутсайдеров были отнесены Ростовская область, Краснодарский край, а также Белгородская, Тверская, Курганская области, Приморский край, Дагестан и Ингушетия. Этим регионам Минсельхоз собирается в 2022 году сократить стимулирующие и компенсирующие субсидии на 30%. Штрафные санкции, пояснила замминистра Елена Фастова, коснутся тех регионов, которые к 1 июля покажут низкое кассовое исполнение по доведению мер поддержки до сельхозпроизводителей. В регионах ситуацию объясняют внешними причинами, например, тем, что задерживаются изменения нормативных документов, тем, что слишком длителен был срок для подачи заявок со стороны производителей, а также тем, что майские выходные были растянуты на 10 дней. Это тоже усложнило работу. Сокращение господдержки ударит, конечно, по сельхозпроизводителям регионов, ведь средства вычтут из их субсидий, а не из заработка чиновников и депутатов. Однако глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский предположил, что, возможно, нет другого пути, чтобы призвать чиновников к дисциплине. Неприятное событие произошло в прошлые выходные на Ставрополье. Регион долго ждал дождя, но осадки не везде выпали в жидком виде. Град повредил просевы на территории 8 округов. Больше всего пострадали Новоселецкие, Андроповские, Георгиевские районы. В общей сложности от градовых процессов пострадало 13 тысяч гектаров, в том числе 10 тысяч гектаров озимой пшеницы. Полностью погибли растения почти на 3 тысячах гектаров. На остальной площади гибель составила до 50%. Град нанес ущерб не только посевам, но в сельхозтехнике, объектам инфраструктуры. Как сообщает Минсельхоз, регион и эпицентр развития градовых облаков образовался в Андроповском и Георгиевском округах. Ставропольская военизированная служба израсходовала 138 изделий типа лазань-6, чтобы предотвратить выпадение града. Было задействовано 6 из 7 пунктов воздействия в Андроповском округе, но тем не менее стихия оказалась мощнее. В 2021 году на противоградовые работы Ставропольский край выделил 50 миллионов рублей. И по традиции хорошая новость в конце. В этот раз она действительно положительная. Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева в этом году впервые наберет абитуриентов на 4-летний курс подготовки агрономов в области органического земледелия. 25 студентов смогут учиться на бюджетных местах и осваивать защиту растений нехимическими методами. И это прекрасно, потому что это шанс для умных ребят приобрести самую интересную профессию на свете и получить специализацию в необычном и перспективном направлении. На этом все. Желаем вам благоприятной погоды и здоровых растений. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok